МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я должен сказать, что до сих пор мне очень-очень нравится смотреть фильмы про военную авиацию как раз Первой мировой войны на вот этих бипланах, на мой взгляд, очень красивых самолетах. Меня зовут Олег Скругляков. Для меня этот период истории очень загадочный, потому что вся авиация для меня начинается вот с черновелой хроники Второй мировой войны. А оказывается, не успели только люди поставить мотор на вот эту этажерку, как они начали тут же упражняться, какие бомбы на них навесить, как поставить пулеметы, как протаранить своих противников. В общем, люди недалеко ушли от того, чтобы научиться летать и тут же научиться кого-то сбивать. Поговорим немножко об этом. Пока же начнем с новостей. Астронавты Сунита Уильямс и Буч Уилмор могут сменить корабль, чтобы вернуться на Землю. О таком варианте доставки астронавтов с орбиты заявили в среду в НАСА. Специалисты пока не пришли к единому мнению о безопасности спускаемого аппарата Starliner производства компании Boeing. Поэтому не исключено, что экипаж может вернуться на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Уильямс и Уилмор должны были провести на МКС около недели, но уже находятся там более 60 дней. Причиной задержки стала проблема с двигательной установкой, а также некоторые другие неисправности. Космический грузовик «Сигнус» пристыковался к МКС после проблем с двигателем. Грузовой корабль был запущен в космос 4 августа, успешно отделился от второй ступени и развернул солнечные батареи. Однако после кораблю не удалось включить двигательную установку. Тем не менее он продолжил приближение к МКС. В итоге «Сигнус» был на месте вовремя и стыковка прошла успешно. Грузовик доставил на Международную космическую станцию более 3,5 тонн продовольствия, оборудования и других грузов. Запуск американо-индийского спутника отложили до 2025 года. Как пишут на сайте НАСА, старт миссии «НИСАР» перенесли как минимум на февраль следующего года. Планируется, что совместный спутник США и Индии будет изучать земную криосферу, то есть изменение ледяных щитов, ледников и морского льда на Земле. С помощью спутника ученые надеются проанализировать состояние водно-болотных угодий и деформацию почвы из-за деятельности вулканов. Планировалось, что «НИСАР» запустят до октября этого года. Однако по техническим причинам ученым пришлось отложить запуск. В Нью-Йорке власти города начали с помощью дронов предупреждать жителей о возможных наводнениях. В преддверии дождя беспилотники, оснащенные громкоговорителями, летят в уязвимые районы и оповещают об опасности затопления. Пять команд операторов уже провели испытания днем во вторник, когда на Нью-Йорк надвигался сильный дождь. Прилетевшие в разные районы дроны сообщали жителям об опасности. Особенно они предостерегали людей, которые живут в подвальных помещениях. Наводнения являются серьезной проблемой для Нью-Йорка. В 2021 году из-за дождей на фоне урагана Ида в своих подвалах утонули 11 человек. А пригласили мы в студию сегодня поговорить об исторических закономерностях, перипетиях и интересных фактах нашего штатного историка, комментатора «Голоса Америки» Александра Григорьева. Александр, привет. Привет, Саша. Привет. И как я уже сказал, вот не прошло и буквально декады, как люди вместо того, чтобы совершенствовать свои летные навыки, стали совершенствовать методы убиения с помощью самолетов. И тут-то, в общем, война все и расставила на свои места. Не скажу, что только плохое связано с какими-то военными разработками. Наоборот, на мой взгляд, это все подстегнуло развитие самолетов. Самолетостроение, мастерства пилотов и прочего, и прочего. Потому что, ну, не случись Первомировой, может быть, и люди воспринимали бы самолеты как шутку. А тут вдруг за каких-то 4 года они смогли придумать кучу всяких примочек на воротах, всяких трюков, чтобы по-новому взглянуть на авиацию, по-новому овладеть. Практически все они придумали для военной авиации именно тогда, за эти 4 года. Да, ну и надо сказать, что, собственно, в США первые изобретатели, изобретатели фактически управляемого полета Братья Райт, как раз и рассматривали, в первую очередь, армию военных в качестве подрядчика. Да, то есть они видели в них заказчиков, они сразу поняли, что вот эта идея использования авиации как раз пригодится для ведения боевых действий где-нибудь. Ну и давайте так, посмотрим на войну. Несмотря на то, что Братья Райт были пионерами авиации со стороны Соединенных Штатов, к Первой мировой сами Соединенные Штаты, тем не менее, подошли, ну, скажем так, без авиации. И вынуждены были полагаться на союзников в Европе, у которых в этом плане было к тому моменту гораздо больше наработок. Не, ну если не считать, конечно, использование воздушных шаров, которые, собственно, США использовали и во время Гражданской войны в Соединенных Штатах, и во время Испано-Американской войны. А также воздушных змеев и прочих вещей, которые, ну, в общем, с войной, конечно, слабо ассоциируются, тем не менее, все это было. И начнем, наверное, с абсолютно такой сухой информацией. Первая мировая разродилась когда? 1 августа 1914-го. И воевали кто против кого? Тройственный союз против Антанты. Это базовая школьная программа. Тем не менее, для того, чтобы понимать, какие державы, с какими технологиями на то время передовыми схлестнулись в этой войне, это очень важно. Потому что, с одной стороны, это была Германия, которая, ну, не унималась тогда совершенно. Мы помним весь этот стимпанк, который воспитывал потом в фильмах всякие эти зачаточные воплощения от подлодок до самолетов и танков. С другой стороны, это была франко-британа-российская коалиция. И вот именно эти силы и формировали ландшафт военный как на земле, так на морях, так и в воздухе. Поправьте меня. Нет, я не буду поправлять, потому что Германия тогда была, наверное, государством с самой развитой наукой. Это были чемпионы мира в области химии, металлургии и много чего еще в оружейном деле. Франция была чемпионом мира в области авиации, в том числе боевой авиации, потому что все летали, большей частью, на французских самолетах. Я имею в виду, страна Антанта и величайшие асы были именно французами. Ну, можно тут вспомнить хотя бы того же самого Орланга Росса, которого все знают благодаря теннисному турниру. Великобритания, великое государство технологическое, имеевшее тоже все... Владычица морей. Владычица морей, наработки и так далее. Компания Виккерс, с чего стоит, которая производила все и вся. И потом британцы начали выпускать танки, как известно, первыми. Ну, в общем, это была война технологическая, и самолеты, которые сначала вступили в бой, военными изначально не были. Это был один из таких вот парадоксов. Потому что самолеты вообще воспринимались тогда как шутка, как некий побочный эффект эволюции технологической, который, в общем, больше мешал, наверное, чем помогал. И применение им в начале войны просто либо не было вообще, либо это было совершенно не в том виде, в котором мы сейчас привыкли видеть авиацию. Нет, но это была разведка в начальном этапе войны, когда немцы разворачивали вот это наступление сквозь Бельгию на Париж. Это была маневренная война. Только позже она стала уже позиционной. Вот эта битва за 100 квадратных метров с гигантскими потерями. Но на начальном периоде войны функция, например, разведки должна была выполнять кавалерия. У всех было много кавалерии, которая оставшая часть войны в Европе простояла в резерве или была переформирована. Но выяснилось, что кавалеристы, как разведчики, уже не могут хорошо выполнять свои обязанности, потому что их просто сшивали пулеметами и дальнобойными винтовками, и с кавалерией было все плохо. И тут пригодились те самые самолетики. Вот эти этажерки. Для того, чтобы подняться в воздух на каждой такой этажерке, нужно было просто невероятное мужество, на мой взгляд, потому что это было очень неустойчиво, очень ненадежные машины. Ко всему прочему, еще не было парашютов у летчиков. То есть если самолет терпел крушение по какой-то причине, то шансы на спасение были, но были очень небольшими. Каждый человек, который поднимался в воздух, рисковал своей жизнью даже без того, что у него начнут стрелять враги. Вот эти самолеты, которые использовали сначала французы, потом англичане, для того, чтобы следить за движением германских колонн, и они внесли колоссальный вклад в то, что немцы были остановлены у Парижа, в конечном итоге доказали то, что они полезный инструмент на поле боя. И тут еще очень важный момент. Вот до войны уже существовало некое международное братство авиаторов. Люди, которые садились за штурвалы самолетов, тогда еще не было штурвалов, за ручку, в кресло самолета, и которые там встречались в воздухе, там немцы с французами, с англичанами, они там махали друг другу руками, они приветствовали, отдавали честь. То есть это была встреча джентльменов, которые просто так вот случайно начали воевать друг с другом. Но прошло буквально 2-3 месяца, они начали сначала палить за револьверов, а потом начали придумывать какие-то более серьезные средства. На фотографиях, которые может каждый найти в интернете, видны там, например, 8 маузеров, сведены воедино, чтобы вот из них стрелять с помощью нажатия одного курка. Возили с собой карабины, начали, так сказать, ручные пулеметы. Потом эти пулеметы начали уже устанавливать на самолеты в каком-то более стабильном состоянии. Ну вот Коля сейчас пошутил или нет, но он сказал про воздушные шары, про воздушные змеи, шутки шутками. Но вот до еще того, как самолет начал выполнять функции воздушной разведки, именно благодаря вот этим вот летающим приспособлениям, именно поднимались вверх и глядели, где там у кого окопы, кто выдвигается, кто пушки где разместил. Так что да, вот эта примитивная функция, которая вначале существовала, отводилась роль для самолетов, они какое-то время ее выполняли. До тех пор, пока кто-то не просек, что эти самолетики, которые там чего-то сверху высматривают, они движутся по прямой, как правило, очень медленно, особенно если на них пытались установить вот те самые огромные фотоаппараты, которые должен был строго вниз смотреть и не дай бог крыльями шатнуть или завалиться там в вираж какой-нибудь. Все, у вас размазана совершенно ландшафтная картинка, приходится менять, перезаряжать и снова это делать. Вот этих вот медленных ползунков очень легко было сбивать, что делали замечательно как ружьями и пулеметами с земли или там легкими пушками, так и потом более маневренные истребители, которые появились очень быстро на доске. Надо сказать, что в начале Первой мировой войны немецкая армия использовала дирижабли, которые, собственно, армия противников быстро научилась сбивать, потому что дирижабли были заполнены гелием, и они очень хорошо взрывались при попадании снаряда, пули и так далее. При этом, Коля, надо сказать, что в наведении шороху в Лондоне они несли свою лепту. В начале войны это были совершенно ужасающие орудия убийства, которые перелетали через Ла-Манш и просто сбрасывали бомбы на лондонские кварталы. Это наводило огромную панику. Не знали сначала, как с ними бороться, но потом потихонечку приспособились их сбивать. Тогда стали запускать дирижабли морского базирования. С берегов, так сказать, где их не ждали, вот оттуда запускали, и тоже с ними приходилось бороться лондонцам. Так что не Фау-2 первая начала громить лондонские кварталы, а вот те самые цепелины, которые прилетали, опять-таки, из Германии. А вот мне еще нравится одна история про цепелин, это гигантское и великолепное изобретение. В 16-м году цепелин был отправлен на помощь отряду полковника фон Летто Форбика, который командовал войсками германской колонии, которая сейчас является государством Танзании, воевал там с англичанами до самого конца. С англичанами, с французами. Вот эта самая война в Африке такая малоизвестная. Вот Летто Форбик там держался и, естественно, нуждался в боеприпасах, деньгах, медикаментах и много чем еще. И ему на помощь из Германии был послан дирижабль, вот этот цепелин, который пролетел чуть ли не до Судана, но потом вернулся назад. То есть вот этот контакт с армией на другом континенте, к сожалению, не состоялся. Но, говоря о технологиях, да, очень быстро дирижабли доказали свою несостоятельность в конкуренции с более маневренными и оснащенными, по современному уже слову, техниками, истребителями и самолетами. Но самолеты тоже должны были доказать свою роль, свое место под солнцем в военных действиях, потому что, да, они не рассматривались как отдельная какая-то сила. Это какое-то вспомогательное техническое приспособление какое-то было. Но потом, как я уже сказал, помимо фотокамеры, наблюдения, придумали, что можно ведь и сбрасывать сверху что-то. Ну, не скажу, что там пудовую гирю, хотя это тоже. Сбрасывали всякую гадость наверх на окопы, чтобы как-то досадить сидящим там врагам. Но, по-моему, исторически зафиксированный факт, что первая бомбардировка с человеческими жертвами как раз была совершена немцами над Парижем. И именно с этого можно считать, что начинается какая-то роль авиации в качестве бомбардировщиков, истребителей, то есть наносящих противнику ущерб, а не просто пассивным созерцателям. Ну, вот тоже довольно интересно, что европейские нации построили вот те самые самолеты, которые участвовали активно в боевых операциях. Даже несмотря на то, что братья Райт, например, первые придумали управляемый самолет. Надо отметить, что братья Райт долго пытались продать свой самолет, свою идею военным. И в 1907 году армия США создала такой специальный отдел аэронавтики в составе сигнального корпуса. И объявила тендер на создание самолета. И как-то не очень много оказалось других изобретателей, которые пришли с идеей самолета. И это, в общем-то, заняло достаточно много времени, прежде чем самолет братья Райт был одобрен. Армия сказала, что она готова купить их изобретение за 25 тысяч долларов по тем временам. Но они должны были соответствовать всем критериям летных испытаний и так далее. Ну, и также известно, что первая жертва авиакатастрофы как раз оказался военный, который участвовал в испытании самолета братьев Райт вместе с Орвиллом Райтом. Когда самолет, к сожалению, упал, этот военный, которого звали Томас Селфридж, погиб. Орвилл Райт получил тяжелые травмы, ну, выжил. И фактически это стал первый испытательный полет военного самолета, если можно так сказать. В 1908 году это произошло. Ну, вот возвращаясь все-таки к Первой мировой, понимание того, что самолет это не просто игрушка странная или там средство наблюдения, оно пришло со временем. И вот тогда вот эти страны противоборствующие стали не только наращивать производство самолетов и тренировать пилотов, что, собственно, отдельная статья была всегда, вот мы об этом еще поговорим, но и думать, чем их оснащать. Сначала были вот эти маленькие предметы, острые какие-то там штыки. Флашеты, флашеты. Флашеты, да, вот эта стрела по-французски, вот, которые просто могли сбрасывать на окопы тяжелые какие-то вещи. Вот потом они могли какие-то бомбы туда сбрасывать, опять-таки, легкие, чтобы в руках можно было держать. Ну и, Саша, ты правильно сказал, пытались стрелять друг в дружку из-за всяких мелких орудий, да, из пистолетиков, из винтовок, возможно. Вот с пулеметами была совершенно отдельная песня. На эту тему можно говорить долго. Как пытались приспособить в полете пулемет, чтобы он мог вот наносить ущерб противнику. Сначала думали, что нужно обязательно два человека, и один будет сидеть сзади и вот поливать всех пулеметным огнем. Но, во-первых, двух человек не все могли модели себе позволить взять на борт. А во-вторых, все-таки, когда пулемет сзади, тебе нужно пристраиваться, извините, другой стороной. И это нарушало всевозможную маневренность, обзор и все прочее. Поэтому такое решение, оно было временным. И потом стали думать все-таки, как разместить пулемет спереди. Основная помеха здесь была что? Ну, пропеллер, понятно. Пулемет впервые, его установил, опять же, немецкий изобретатель на самолет Фокер. Это был первый установленный на аэроплан пулемет, который уже фактически использовался для того, чтобы наносить врагу сверху поражение. Ну, это была, так сказать, экспериментальная разработка, которую на время забросили и стали вот думать по-другому. Французы, допустим, они размещали у себя дефлекторы металлические, которые, если вдруг случайно какой-то из тактов попадет пуля в пропеллер, чтобы он не разлетался в щепки, а вот отбивал эту пулю в сторону. Ну, иногда эта пуля прилетала и обратно, откуда ее выпускали. Пропеллеры иногда были еще деревянные. Да, и вот эта вот обшивка металлическая, которая должна была отбивать вроде бы пули, шрапнель, она, конечно, была временным решением. И тогда Фокер подумал, ха, да у нас же все есть уже. Осталось только отладить, то есть синхронизацию выстрелов из пулемета с вращением пропеллера, и все станет на место. Заняло это не один месяц, не один год даже, но именно они в итоге смогли временно, благодаря таким изобретениям, получить преимущество в воздушных боях над противником. Я вот вспоминаю фантастический роман Жюля Верна «Робур в завоеватель». Там такой появляется великий изобретатель Робур, который строит летающие машины и прилетает, и устанавливает власть над миром. В принципе, там некоторые вот такие вот примочки описывает великий Жюль Верн, но, судя по всему, военные не считали подобной литературы. Ну, военным надо было совместить, казалось бы, несовместимые вещи, чтобы один человек мог управляться и со штурвалом, и с пулеметом. А пулеметы тогда, как правильно Николай заметил, были тоже в зачаточном состоянии. Они заклинивались, их надо было перезаряжать одной рукой, напомню, управляя самолетом. Поэтому, если, скажем, ставить их, как некоторые предлагали вот в биплане на верхнее крыло, они вроде не цепляли пропеллер. Но добраться до верхнего крыла, чтобы перезарядить ленту или затвор, расклинить, это была отдельная история, и вряд ли кому-то хотелось в полете еще и вставать в полный рост, чтобы этим заниматься. В общем, куча всяких примочек было, и вот, наконец, вот, только благодаря вот этому изобретению Фокера, все потом последовали примеру и смогли, наконец, развязать каким-то образом руки летчикам и одновременно повысить точность и огневую мощь каждого из аэропланов. Надо сказать, что вообще-то тогда вот техника была такая ненадежная, это напоминает, что самолеты летали на большой высоте, смазка пулеметов, как правило, была рассчитана на, ну, достаточно теплую погоду, а там холодно, то есть, соответственно, она могла замерзнуть, заклинить, в общем, не стреляла, да. У пилотов страшно, руки мерзли, у них мерзли уши. Потом именно в Первую мировую войну появились знаменитые белые шелковые шарфы, которые французы показали, чтобы пилоту было хотя бы более-менее комфортно крутить шеи и смотреть по сторонам. Чудесно наматывались на пропеллер. Да, появились темные очки, вот эти авиаторы, ну, прототипы, естественно, вот то, что стало потом модным уже намного позже. Вот это авиационная мода и технологии, которые должны были обеспечивать, в принципе, возможность человека что-то делать в воздухе, да, как ему посмотреть вниз, чтобы не сдвинуть самолет. Самолеты могли нести относительно небольшой груз, да, и для того, чтобы, условно говоря, создать бомбардировщик, а уже тоже это вот в Первую мировую войну появились специализированные самолеты, которые были предназначены для того, чтобы нести бомбы и бомбить там какие-то наземные цели, требовалось, соответственно, изобретать более мощные моторы, требовалось наполнять самолет запасами горючего, это был, как правило, бензин, производить. Этот бензин в больших количествах, потому что до начала авиационной эры бензин считался скорее отходами нефтяного производства, всем был нужен керосин или мазут, но не бензин, надо было организовать производство бензина. Нужны были метеорологи, то есть раньше метеорологи обслуживали только флот, но в меньшей степени там какой-то прогноз дождя, а тут нужно было изучать движение ветров, там каких-то воздушных потоков, видимость и так далее и тому подобное, и это все для нужд авиации. Появились первые переносные радиопередатчики, во второй половине войны летчики могли разговаривать с землей с помощью радиосвязи, это была морзянка, естественно, то есть надо было еще вот этими замерзающими руками там что-то отстукивать этим ключом. Самолеты стали эвакуировать раненых, то есть появилась специализированная авиация, которая, в принципе, вошла в наш сегодняшний мир, и вот как это часто бывало в истории человечества, война дала гигантский технологический толчок всему тому, что летало в воздухе. Ну и появились какие-то вехи в истории авиации, которые можно было считать первым, например, воздушным тараном. Помните, Нестеров совершил его, когда атаковал австрийский самолет, это был сентябрь 2014 года, оба погибли, но первый воздушный бой зафиксирован, да? Потом ты говорил про тяжелые бомбардировщики. В 2014 году это был Илья Муромец. Рекордный самолет. Секорского, да, который мог брать до 500 килограммов полезной нагрузки, для кого-то бесполезной, 500 килограммов взрывчатки, да, и, между прочим, переделан из гражданского, по сути, проекта. Вот, и таких самолетов было, по-моему, три десятка собрано за войну. Не, больше даже. Больше, да, с разной степени успеха они использовались, потом их признали, конечно, громоздкими, отставшими от времени, но в свое время это был тот самый первый предвестник стратегических бомбардировщиков, которые, между прочим, не просто атаковали позиции боевые, они мыслили глубже. Вот ты вспомнил Рабура-завоевателя, Жильверна, а я хочу вспомнить Герберта Уэллса, у которого еще в 1907 году была одна из сюжетных линий, когда бомбардировки Нью-Йорка проводились вот самолетами. Вот, пожалуйста, отсюда фантастика или нет, но стратегические бомбардировщики заходили глубоко в тыл и атаковали и снабжение, и железные дороги, и штабы, в конце концов. Так что вот здесь абсолютно новое рождение нового какого-то вида авиации тоже произошло на глазах тех, кто наблюдал за развитием боевых действий. Можно еще добавить, что очень важно, что некоторые слова, которые мы используем сегодня при описании авиации, они пришли тоже из Первой мировой войны. Ну, Петля Нестерова, известный как раз элемент, или Эмельман, это фамилия германского аса, который, собственно, совершил этот элемент воздушной акробатики. Батальянцы придумали аэростаты, которые вот так вот подымали воздух, чтобы самолет запутался в этих... И они реально до Второй мировой войны использовались в том числе включительно очень активно. Да, появились прожекторы, появились пулеметы, специальные пушки и пулеметы, которые устанавливали на таких лафетах, чтобы стрелять в небо. Это вот все ПВО, которое пришлось сейчас. Саша, а что такое Петля Нестерова? Как это выглядело? Это, значит, самолет летит тут горизонтально, а потом совершает набор высоты вверх и переворачивается через голову, возвращается фактически на предыдущее положение. То есть это было очень опасно, потому что летчик мог банально вылететь со своего сиденья, потому что у него там не было колпака. Как он там цеплялся руками, ногами. Как он там цеплялся руками, ногами. Ремней-то еще тоже не было. Нестеров это сделал. Кстати, Бонч Бруевич в своих мемуарах описывал вот этот самый таран. Он видел тело Нестерова, который протаранил австрийский самолет, и говорит, что он практически не изменился, но вот у него шейные позвонки вошли, судя по всему, в мозг. Он упал ногами вперед. По описаниям Бонч Бруевича, это была страшная смерть, потому что люди внезапно поняли, что вот эти господа, которые летают в воздухе, они на самом деле страшно рискуют. Это как-то никто не понимал до этого. Но при этом, что во время войны эти господа все-таки на какой-то короткий промежуток времени, пока успевали полетать, были в буквальном смысле национальными героями. Их назвали асами. Это те, кто совершал там пять или больше побед в воздушных боях. Туз. Туз, да. И как со стороны Германии, так и Британии, и Франции. Вот они вот набирали свои какие-то там десятки сбитых самолетов. Потом статистика говорит, ну вот извините, удача от него отвернулась, и он сам становился тем самым сбитым самолетом. Поэтому немногие из асов дожили до конца войны, но свои почести, награды, народную любовь они, конечно, приобретали, потому что был своеобразный культ военных летчиков, которые, как ты сказал, от одежды до мастерства, до каких-то трюков, которые могли исполнять. Они, конечно, все свой вклад внесли в эту военную кампанию. Ну, кстати, к слову сказать о новых, как бородах войск, вернее, нового использования авиации. Во время войны США до начала Первой мировой войны придумали идею военно-морской авиации, фактически. Например, 14 ноября 1910 года военный летчик Юджин Илли совершил демонстрационный полет компании Куртис с палубы американского военного корабля USS Бирминген. И надо сказать, что буквально спустя несколько месяцев, в январе 1911 года, ему удалось посадить самолет на палубу уже другого, правда, корабля, который назывался USS Пенсильвания. Ну, фактически, это было начало создания авианосцев. То есть вот эта идея появления авианосцев, это вот можно сказать, что это первые авианосцы и первая идея использования авиации на море. Ну, надо сказать, что не только в Европе. Не забывайте, что Первая мировая, она гораздо более в широком смысле захватила разные другие нации, другие странные континенты. Британия ведь тогда активно воевала с турками. И вот одна из первых таких разрушительных, что ли, картинок использования авиации была как раз в Палестине тогда. Очевидно, когда отступавшие турецкие колонны были загнаны в так называемое бутылочное горлышко, и британцы их просто расстреляли и разбомбили. Это была одна из таких, ну, совершенно ужасающих и чудовищных картин. Но вот то, как авиация могла захватить превосходство не только в небе, но и над армией на земле, это просто была такая иллюстрация очевидная. Надо сказать, что уже в Первую мировую войну появились вот те самые образцы жестокости, которые совершались с воздуха. Да, из земли, слушай, там, химоружие, там, во время Первой мировой. Там просто травили людей со страшной силой, огнеметы всякие. Первая бомбежка Парижа, первая жертва была женщина, кажется, то есть мирный житель никакой там не солдат. Кайзер сперва запрещал атаковать не военные цели, вот своими цепелинами, но потом один из цепелинов он случайно набрел на Лондон, там на него полетели британские самолеты, он испугался, решил сбросить бомбы, чтобы быть полегче и побыстрее убегать, потому что цепелины были беззащитны, если самолет подымался сверху, там их можно было расстреливать просто. И вот он так и разбомбил Лондон первый раз, то есть там было несколько десятков жертв. После этого Кайзер сказал, да, ладно, давайте бомбить английские города. Вот те самые бомбардировки ужаса, которые приводили к жертвам среди мирного населения, были призваны, как уже было сформулировано позже, сломить боевой дух враждебного государства, они появились уже тогда. Были эксперименты с созданием самолетов, которые могли бы сбрасывать те самые бомбы с отравляющим газом, но далеко это не пошло, не успели, слава тебе, Господи. Изначально ведь никто не думал о том, чтобы как-то защищать самолеты. Ну, они были довольно высоколетящие, гораздо проще было там расстрелять какую-нибудь там кавалерию с лошадьми, чем целиться, изгибаться, чтобы попасть в какую-то там тряпочную вот эту вот этажерку, как ты сказал. Но потом именно в этом, как настоящие ПВОшники, они поднаторили и сбивали уже не только из винтовок, но и со специальных установок. Получали награды британские летчики за то, как они сбрасывали какие-то там зажигательные, то ли бомбы, то ли какой-то предмет прямо на дирижабль сверху. Вот. И таким образом не надо было даже в него стрелять. Он просто загорался, как факел, и летел вниз. Говоря о парашютах, именно вот те самые наблюдатели на дирижаблях, на воздушных шарах, впервые были экипированы парашютами, потому что если эта штука сгорает и летит вниз, то им оставалось только выпрыгивать и спасаться. Так что именно тогда задокументировано, что вот эти самые наблюдатели, эти военнослужащие, на аппаратах легче воздуха, именно они впервые выпрыгивали с парашютами. Да, самое смешное, что, ну, как смешное, грустное, что в русскоимператорской армии долгое время запрещалось использовать парашюты, потому что высшее начальство считало, что если у пилота появится парашют, то он не будет бороться за выживание своего самолета, просто выпрыгнет. Сбежит. Сбежит с поля боя, и, соответственно, было много погибших по этой причине, но потом это требование пересмотрели. Хотя, надо сказать, парашюты были тоже, мягко говоря, не очень надежные, но это было лучше, чем ничего. А вообще вот так представить боевой день летчика-истребителя, это два, а иногда и три вылета в день. И во время каждого из этих вылетов ты можешь быть убит, ранен, твой самолет может сломаться, там что-то с ним может произойти. Это действительно была одна из самых опасных военных профессий. Да, я хочу сказать, что это были достаточно мужественные люди, эти первые летчики, которые на уникальных транспортных средствах использовали свои какие-то возможности, интерес. Опять-таки, в те времена весь мир горел такими технологиями, всем было очень интересно, это бурно развивалось. Да, весь мир горел, война была, понимаешь, да. Война была, да, это правда. Но вот мы говорим об асах, там вот эти стильные ребята, замечательные профессионалы. Когда война была в самом разгаре, и британцы наращивали производство своих боевых машин, они поставили на поток в том числе и подготовку пилотов. И, надо сказать, не особо на это уделяли много средств внимания, поэтому многие отмечают, что вот эти вот сотни, сотни самолетов пилотировались людьми не самой высокой квалификацией, чем немцы, кстати, которые гораздо серьезнее к подготовке к этой относились, пользовались. И вот десятки погибших пилотов, сбитых британских, возможно, часть этой проблемы была в том, что их недостаточно хорошо готовили. Ведь это целое искусство. Немцы, по-моему, там выпускали целые инструкции о том, как заходить на цель, чтобы солнце обязательно было за тобой. Если ты ввязался в бой, не заканчивая его, не убегая, доводи его до конца. Как вести себя, если самолет упал где-то там на вражеской территории. По каким ориентирам выбираться обратно. То есть целые огромные просто учебники, которые нужно было в себя впитать. И отнюдь не все относились к этому вот стопроцентно. Но все равно надо сказать, что это была такая достаточно новая отрасль. Я не знаю, кто умел и кто мог там обучать пилотов для такой профессии, которой фактически еще почти не существовало. Надо сказать, что первых пилотов в Америке как раз обучил один из братьев Райт. Считается, что он стал тренером и учителем трех первых военных американских летчиков. Ну, потом был уже там известный американский летчик АС, который воевал во время Первой мировой войны. Еще до вступления в войну это был Эдвард Риккенбекер, который был до этого как раз очень опытным гонщиком. Он гонялся на автомобилях. И, собственно, благодаря этой известности получил даже должность шофера генерала Джона Першинга, который, как мы знаем, был командующим американскими войсками во Франции. И после прибытия во Францию в 1917 году Эдвард Риккенбекер увлекся полетами и попросил перевезти его в новый род войск, авиацию фактически. И получил позицию, стал летчиком, готовился, готовился во Франции. Был зачислен в 94-ю авиаэскадрилью знаменитую. И во время полетов в составе этой эскадрильи одержал 26 побед. И даже в 1930 году получил от президента Герберта Гувера медаль почета, высшей военной награды США. Что в первую, что во Вторую мировую войну курсанты авиационных школ, авиационных училищ гибли пачками. То есть там была огромная смертность. Огромное количество начинающих пилотов во время этих полетов погибали. Там речь шла действительно о сотнях и тысячах людей. Иногда эти потери были выше, чем на фронте. Как-то не печально сказать. И здесь еще бы немножко поговорить о немцах, которые были невероятными инноваторами, опять же, в области военной авиации, что в Первую, что в Вторую мировую войну. Они первыми научились, например, концентрировать свои достаточно ограниченные воздушные силы. Потому что у англичан и французов было больше самолетов, чем у них. Для того, чтобы добиваться тактического превосходства на определенных участках фронта. То есть они стягивали туда все, что у них могло летать. Просто выбивали с неба вражеские самолеты. Благодаря этому германская пехота могла добиваться каких-то локальных успехов. Это первое. Ну и во-вторых, все-таки самым выдающимся, безусловно, асом Первой мировой войны до сих пор считается немец. Это барон фон Рихткоффен. Красный барон, который летал на прославленном красном триплане. Ну ты скажи, что вообще все это подразделение называлось летающим цирком. Да, да, да. Поскольку самолеты у них были самых невероятных расцветок, и уж тогда все поняли, что не расцветка красит самолет, а тот, кто в нем летит, и какое вооружение на нем висит. Поэтому вот это вот именно изобретение немцев, оно, конечно, всех просто повергло, ну не в шок и в ужас, но некоторые вот даже с цирком тоже сравнивали. Они как цирковые артисты могли перебрасываться в одну или в другую сторону и наводить там шуруху. Кроме всего прочего, это было единственное подразделение германских вооруженных сил, мне кажется, наверное, всех армий, участвовавших в Первой мировой войне, где члены этого подразделения, вы на случай этого подразделения сами выбирали себе командиров. Такого не было нигде и никогда. Развели демократию. Да. Армия или там война – это двигатель прогресса. Это, конечно, звучит мрачновато, но, пожалуй, Первая мировая была одним из первых подтверждений тому, или там одним из первых в 20 веке подтверждений тому, и в частности авиация, которая вот из такой совершенно бесполезной и невнятной игрушки превратилась к концу войны во многих отношениях в совершенно новый род войск, в транспортное средство. И вот это все дало толчок развитию авиации из тряпочных этажерок уже в серьезные цельнометаллические самолеты. Ну, я добавлю, если мы опять перекинем мостик к Америке, что именно самолеты, которые участвовали в Первой мировой войне, потом стали основой американской системы авиапочты, и вот воздушная авиапочта возникла в США по итогам Первой мировой войны. Ну, собственно, много что возникло по итогам Первой мировой войны, и надо сказать, что до начала Второй мировой войны Америка фактически была, наверное, сильнейшей, одной из сильнейших авиационных держав, военных держав, потому что, в общем-то, Первая мировая война фактически доказала эффективность и возможности использования авиации. Я не соглашусь, все-таки, наверное, немцы снова взяли за ум и добавили новую порцию прогресса, в том числе и в межвоенный период, в чем потом все убедились уже в сороковые годы. Ну что, коллеги, убеждаться лучше, конечно, на других примерах, но уж такова сегодняшняя тема. Мы поговорили про развитие авиации, которая тут же оказалась средством решения военных проблем в Первой мировой войне. О других аспектах в других более мирных сферах, наверное, предстоит поговорить в следующих подкастах, но я пока хочу поблагодарить моих коллег, которые подняли архивы и нашли, мне кажется, множество интересных фактов более чем столетней давности. Спасибо, Саша, спасибо, Олесь, спасибо, слушатели. Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по пятницам. Слушайте нас на сайте Голос Америки, на Ютьюбе, в Эпл-подкастах и на других аудиоплатформах. Спасибо, до свидания. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok